Англодатская война 1807-1814 годов – война Великобритании против Дании во время Наполеоновских войн. Её особенность заключается в том, что это одна из первых масштабных войн, сражения которой осуществлялись в водные акватории, и она предрешила принадлежность островов Северного моря. На стороне Дании были Датско-Норвежская уния, Французская империя во главе с Наполеоном Бонапартом, Российская империя и Шведское королевство, которое три раза сменяло стороны в ходе войны. Британия же имела в союзниках лишь Швецию, и то, как я только что сказал, она неоднократно переходила в союз то к Дании, то к Британии. Военно-морской конфликт между Англией и Данией начался с Копенгагенского сражения в рамках войны Второй коалиции в 1801 году, когда эскадра Британии в составе Королевского флота напала на датскую столицу. Проигранное сражение стало причиной датской политики вооружённого нейтралитета во время последних этапов французских революционных войн, в которых Дания использовала свои военно-морские силы для защиты внутренней и датско-норвежской торговли. В 1807 году Дания приняла решение присоединиться к континентальной блокаде. Стремясь предотвратить это, Великобритания решила нанести превентивный удар и направила свой флот к датским берегам. 16 августа 1807 года близко Пенгагена был высажен десант. Действиями британского флота и десанта столица Дании была блокирована. Датская тактика В результате британского захвата и уничтожения крупных частей датско-норвежского флота во время нападения на Копенгаген, датско-норвежское правительство решило строить канонерки в больших количествах, чтобы компенсировать потери. С другой стороны, лодки были уязвимы и нередко тонули от единственного попадания. Их также нельзя было использовать в бурном море и против больших кораблей. Тем не менее, датско-норвежское правительство произвело более 200 канонерок двух моделей. Англичане контролировали датские воды в течение всей войны. И с наступлением сезона навигации регулярно проводили крупные торговые конвои. Война включала в себя не только вооружённые столкновения, но и экономическую войну. Британцы регулярно захватывали торговые суда в качестве трофеев, проводили рейды на небольшие острова, хорошо заселённые, но незащищённые. Война шла параллельно с англо-русской войной. И Россия, и Дания являлись союзниками в действиях против британских войск. Если хотите увидеть видео про эту войну, то ставьте лайк и пишите комментарий. Я хочу видео про англо-русскую войну. И тогда я сделаю это. А сейчас продолжим. Начало войны 12 августа 1807 года, ещё до того, как война была официально объявлена, британский линкор захватил датский фрегат. В бою пострадал только один британский матрос, а датчане потеряли 12 человек и ещё 20 были ранены. После мощного обстрела 7 сентября гарнизон Копенгагена сложил оружие. Британцы захватили весь датский военный флот, но Дания отказалась капитулировать и обратилась за помощью к Франции. 11 сентября датский адмирал отправил депешу Британии, где объявил о капитуляции маленького острова Гельголанд. Гельголанд с этого времени стал центром контрабанды и шпионажа против Наполеона. А в конце октября 1807 года был заключён франко-датский военный союз, и Дания официально присоединилась к континентальной блокаде. Только 4 ноября 1807 года Британская империя официально объявила войну Дании. 7 ноября Британской империи также объявила войну Россия, потому что она была вынуждена это сделать соответственно с условиями Тильзитского мира. В 1808 году на стороне Великобритании в войну вступила также Швеция. Корабль Королевского флота 13 февраля 1808 года в Ост-Индии захватил Транкебар, датскую колонию в Индии. 22 марта в сражении у острова Зеландия случилась ожесточённая битва. Британцы лишились одного солдата и 16 получили ранения, а датчане потеряли аж 55 военнослужащих и 88 были ранены. 22 апреля 1808 года британцы захватили датско-норвежский город Скаген и конвой рядом с ним. Из него перевозилось продовольствие в Норвегию, но ввиду британской блокады датских вод там начался голод. 15 мая англичане предприняли попытку захвата Бергена, второго города в Норвегии. Британцы под флагом Голландии, подойдя к городу, обстреляли порт. Там был голландский фрегат, находящийся на ремонте, и он был уничтожен. В ответ голландцы потопили британские лодки, которые были отправлены, чтобы атаковать торговые суда Дании. 18 мая 1809 года Британия захватила остров Анхольд. Англичане высадились на острове. Датский гарнизон из 170 солдат обстрелял британских моряков. Обстрел оказался ожесточённым, но неэффективным, поэтому погиб всего один британец. 9 июня датчане атаковали британский кенвой на острове Сальдхольм. Он был захвачен вместе с 12 торговыми английскими судами. В начале 1810 года датчане перестали посылать корабли с ресурсами в Норвегию из-за британской военно-морской активности в Верисунне. Для нормализации поставок датчане стали под сопровождением военных судов на канонерских лодках привозить продовольствие, и это позволило избежать голода в Дании. В течение всего 1810 года датчане только и делали, что захватывали на канонерских лодках британские фрегаты. Они сначала убивали капитана флотилии, а потом вследствие неразберихи на кораблях, спокойно их экспроприировали под свои нужды. В 1811 году датские пехотинцы на канонерских лодках попытались вернуть остров Анхольд. Второе сражение у этого острова обернулось Дании большими потерями. Весь год правительство датско-норвежской унии разрабатывало новый план по строению иных военно-морских транспортных машин, ибо канонерские лодки себя изжили, и британцы научились от них отбиваться. Последний крупный бой между датскими и британскими военными кораблями состоялся 6 июля 1812 года, во время сражения у Лингера, когда небольшая эскадра британских кораблей встретила небольшую эскадрилью датских судов у норвежского побережья. Англичане смогли уничтожить датский фрегат. Развязка войны Она наступила только в 1814 году, когда рухнула Наполеоновская империя, и Дания лишилась могучего покровителя. В результате шведского вторжения в Гольштейн ещё в декабре 1813 года, во время войны 6-й коалиции, датско-норвежская уния вынуждена была искать мир. По условиям кильского мира, Дания признала своё поражение и уступила Норвегию Швеции, а Великобритании – остров Гельголанд, захваченный британцами ещё в 1807 году. В целом, англодатская война отрицательно сказалась на экономическом и политическом положении Дании. Потери Британия лишилась 11 253 солдата и 74 корабля, а Дания – 23 018 солдат, 1147 гражданских мирных жителей и 110 кораблей. Ну а главная потеря для датского правительства – это Норвегия, утрата которой образовала шведско-норвежскую унию. Стоп! Не уходите! Советую вам подписаться на канал Лакл. Здесь вы увидите видео на интересные исторические темы. Например, Первой мировой войны, Холодной войны. Если вы хотите узнать, как происходило одно из крупнейших сражений Наполеона, то для вас на этом канале есть видео про битву при Ватерлоо. Также есть видео про исторические личности. Например, про Альберта Эйнштейна. В общем, канал разнообразен, поэтому можете подписываться на него по ссылке в описании. В период 50-70-х годов 19 века Великобритания была страной номер один по промышленному производству и получила название «Мастерская мира». Ну а на этом всё. Пишите, знали ли вы о такой войне ранее. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И ещё жмякайте колокольчик. А я пока пойду. Прощаться с вами я не хочу, но хочу пожелать удачи. Спасибо за просмотр. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok